В минувшую пятницу в Славянском районе прошла ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Это мероприятие каждые полгода на протяжении 26 лет проводит Центр занятости населения. Впервые в этот раз по всему краю ярмарка была организована в единый день. О том, кто востребован на рынке труда и какую работу, ищут люди в нашем следующем материале. Биография Дарьи Джулакян похожа на биографии многих девушек. Окончила техникум, вышла замуж, родила. Ребенок подрос и теперь Дарья ищет работу. Несколько месяцев назад она встала на учет в Центр занятости населения. И, конечно, в единый день ярмарки Планеты ресурсов она пришла пообщаться с работодателями. Для начала ей предложили пройти тест на самоопределение. Такая возможность у ищущих работу есть благодаря Мобильному центру занятости. По результатам короткого теста компьютер определил, что у Дарьи склонность ко всем десяти типам работы. Но у девушки есть свое видение того, кем она хочет быть. Технолог хранения и переработки растеневоческой продукции. То есть я могу работать на консервном заводе, на хлебозаводе, на элеваторе. Также лаборантом могу работать. Мобильный центр помогает в самоопределении и абитуриентам. Более трехсот школьников Славянского района в день ярмарки смогли пройти тестирование и познакомиться с профессиями, которым обучают в семи учебных заведениях края. Очень эффективен Мобильный центр и в комплексе с другими услугами, которые предоставляет Центр занятости. У нас есть такая услуга для безработных, как профобучение. Мы его по этой профессии сразу и обучим. Но это только курсовое у нас обучение. Оплатим обучение и он на рынок выйдет уже с готовой профессии и сможет найти себе работу. Из 70 тысяч трудоспособных жителей района официально работают порядка 35 тысяч. Очевидно, что полностью не иметь дохода эти люди не могут, а значит работают без оформления. Они вот не понимают это. Для них это тоже последствия печальные. Это значит, что они не могут обратиться в медицинское учреждение, получить больничный лист, потому что не идет страховой взнос, не платят фонд социальной страховки. У них не идет пенсионные накопления. И они потом, когда придет время, обратятся в пенсионный фонд и узнают, что у них на счету очень мало денег. На нынешней ярмарке 20 работодателей искали сотрудников на 150 вакантных мест, причем не только в Славянском районе. Близлежащие районы – Темрюкский, Полтавский, Крымский и другие – тоже предлагали вакансии и работу вахтовым методом. Ищут работодатели, специалистов и рабочих в отрасли сельского хозяйства, нужны педагоги и инженеры, работники общепита. Многим требовали специалисты энергетического блока. Посетить ярмарку пришло более 500 человек. Опыт показывает, что целесообразность проводить такие мероприятия есть. Эффективно, потому что мы собираемся в одном месте, люди не ездят по городу, вот они работодатели, пожалуйста, предъявляй документы, беседуй. Эффективно, ну процентов, наверное, 13 от обратившихся всегда трудоустраиваются. Сколько человек нашли работу на этой ярмарке, станет известно спустя несколько месяцев. Ведь вначале, присмотревшим вакансию, предстоит пройти медкомиссию и только потом получить статус официально работающего человека. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова